Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня 22 марта 2021 года и вы слушаете очередной выпуск подкаста «140 слов». Байден назвал вещи своими именами, сказав, что Владимир Путин – убийца, и пообещав, этот убийца скоро заплатят по счету. The New York Times сообщила, что якобы в ответ Россия взорвалась яростью. Но это, выражаясь по-булгаковски, случай так называемого «вранья». В ярости лишь горстка кремлевских чиновников и пропагандистов. Однако это вранье – вызов всем нам. Западные политики и западная общественность должны услышать обращенный к ним наш голос, требующий санкций против вооруженной банды, захватившей страну. Однако точечных санкций против путинских чиновников и олигархов недостаточно. Пора осознать – машина российского государства угнана бандитами, полностью превращена в их инструмент, превратившись в нашего врага. А значит, санкционные удары должны наноситься по самому путинскому государству, по его экспорту углеводородов, по всей его экономике, как это было против режима апартеида или, как сейчас, против Ирана или КНДР. Да, это означает вызвать удар на самих себя, но иначе не обрести свободу. Это был Николай Храмов и очередной выпуск подкаста «140 слов». Вы можете слушать и читать этот и другие выпуски на моем сайте храмов.ру. Если вы хотите поддержать этот проект и получать все выпуски первым, присоединяйтесь ко мне на патреоне www.patreon.com.hramov через kh или просто кликните на ссылку в описании. Услышимся!